На заводе Hyundai Motor Manufacturing Cruise в Санкт-Петербурге стартовала сборка кросс-хэтчбеков Kia Rio X, до рестайлинга эта модель называлась Rio X-Line. Там же налажено производство обновленного Rio в кузове седан и нескольких моделей Hyundai. Kia Rio X отличает дизайн в стиле кроссовера, 195-мм дорожный просвет, а также новая задняя светотехника с характерной световой подписью. Вслед за обновленным седаном, хэтчбек обзавелся объемными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со слезами ходовых огней. В салоне появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями. Гамма двигателей Rio X для российского рынка осталась прежней. Она включает бензиновые четырехцилиндровые атмосферники объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 л.с. соответственно. Там демом составляет шестиступенчатая механика или автомат с таким же количеством передач. Kia Rio X, он же Rio X Line в прошлом, был разработан специально для России. В 2020 году на долю кроссхэтча пришлось около 50% от общего объема продаж Rio. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь на российском рынке реализовали 58 689 экземпляров Rio. С таким показателем модель остается самой популярной иномаркой в стране. Дата старта продаж обновленного Kia Rio X, как и цены, пока не названа. Седан Rio уже продается и стоит от 814 тысяч рублей. Петербургский завод работает с полной загрузкой, пять дней в неделю, в три смены. На производство одного легкового автомобиля уходит около 15 часов, в этом процессе, кроме рабочих, задействованы 245 роботов. Помимо Kia Rio и Rio X на предприятии налажена сборка Hyundai Solaris и Creta. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, для того чтобы всегда оставаться в центре актуальных автомобильных новостей.